За 10 минут до начала отчётного концерта за кулисовым филармонией творческий хаос. В коридоре импровизированное, костюмерное, а в гримёрке распеваются вокалисты. Я страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь. Хор «Весёлые нотки» впервые в радужных нотках. Для заявки выбрали патриотическую песню «Флаг моего государства». Выступление на фестивале что-то вроде генеральной репетиции. Ребята выступят перед большой публикой на концерте в День защиты детей и в День России 12 июня в Кремле. Мы выбрали эту песню всем хором. Эти костюмы, как мне кажется, понравятся зрителям. Эта песня очень актуальна. Танцевальный коллектив «Искорки». Сценические костюмы собирали едва ли не дольше, чем готовили сам номер. Что-то шили, что-то позаимствовали. Школа-интернат номер 3 участвует в фестивале второй раз в этом году. Заявлены сразу в трёх номинациях. Детям очень нравится. Родители в восторге. В прошлом году мы участвовали и просто были потрясены. Вообще всей организацией, подарками, праздник просто чудесный. Фестиваль «Радужные нотки» для детей с ограниченными возможностями проходит в четвёртый раз. В этом году было подано более 80 заявок. Свыше 200 участников. Четыре номинации – художественное слово, вокал, хореография и декоративно-прикладное искусство. Для гала-концерта жюри отобрали 17 ярких номеров. Фестиваль вошёл в проект «Пятилетка социального диалога», объявленный депутатским корпусом в начале работы шестого созыва. Любой праздник – это всегда большие расходы. Но, по словам Ольги Даниловой, организатора фестиваля и председателя Комитета по образованию и культуре Городской думы, всё больше астраханцев готовы помочь провести фестиваль. Цель нашего фестиваля – привлечь общественность именно к детям, к таким особенным детям. У нас очень часто бывает так, что спонсоры находятся в зале во время просмотра номеров. И очень много у нас добрых людей проживает на территории нашего города, которые хотят помочь детям уже в последующем. Билетов на гала-концерт не было. Вход только по пригласительным. В зале – родители и преподаватели. Поддержать участников пришла и глава города Алена Губанова. Тем детям, тем звёздочкам, которые сегодня у нас выступают, они особенно нуждаются в нашей заботе и теплоте. Поэтому я очень рада, что радужные нотки фестиваля продолжаются. Собирает много вокруг себя друзей. Присоединяются депутаты. Всё больше и больше депутатов помогает этому фестивалю. И поэтому сегодня можно просто аплодировать всем, кто организовал это мероприятие. Организаторы планируют сделать фестиваль «Радужные нотки» межрегиональным. Чтобы реализовать идею, предстоит большая работа. Искать новые здания, размещать иногородних участников и привлекать новых спонсоров. Это тот случай, когда цель оправдывает средства. Особенным детям пять минут на сцене перед зрителями дарит радость и уверенность в себе. Жанна Алиева, Руслан Срывченко, Центр новостей.